В выходные прошли грустно, слезно. Такую разницу мы вообще не ожидали. Мы верили, что мы одной ногой уже в Будапеште. Было очень тяжело смотреть на это. Эти два дня мы все ждали, как гандбольный праздник. Такое событие два дня подряд. Конечно, тяжело игрокам, что нет перерыва, отдыха. Но для болельщиков это классно провести два дня со своими друзьями. Смотреть отличный, качественный гандбол. И когда на первых минутах было уже страшно. Даже, не знаю, очень много эмоций в этот момент испытываешь. Когда минус два, три, тогда нас заводит. Мы начинаем громче, и девчонки тоже начинают. И потом они перевешивают, плюс два, плюс три, плюс четыре. И вот это то, что ты на злости, потом радость и еще громче. А здесь как бы очень быстро начали проваливаться, как и на площадке, так и у нас. То есть эмоционально это все равно очень давит. И всегда же так было. Они там проигрывают несколько мячей, и всегда все разруливается откуда-то. Берется силы, опять кто-то забивает, два, три мяча и все. И доходим к ламину семьи. Конечно, молчание виснет. И пытаются заводить барабанщики, пытаются заряжающие. Но вот то с краю сектора выбиваются люди, то еще там. То уже вперед, Ростов не так зала отвечает. И ты думаешь, ну нам же всего чуть-чуть, нам же там 20 минут поболеть, давайте соберитесь. Девчонкам все равно тяжелее. Но с эмоциями очень сложно управлять, особенно когда быстро вот так все проходит. Я очень горд, что у нас игроки близкие болельщикам. То, что они не поворачиваются, ну типа было и было. Ну типа там ваши ожидания, ваши проблемы там или еще что-то. Нет, конечно, я писал в секторе, что если радость на всех одна, то и беда на всех одна. Как свою любимую команду можно не верить, не гнать. Ну я просто думаю, тогда надо сидеть дома перед телевизором. Там 20 разных девчонок, разное амплуа, разные у них скиллы по броскам. Это красота вообще на высшем уровне, когда особенно трансляции идут с комментаторами, с переголовками. Ну это же вообще просто. Смотришь прям, хочется пересматривать, пересматривать. Я думаю, что становятся только злее, голодные к этой победе. Ну в глазах я ни у кого не видел, что они перегорели, типа нам не нужен этот кубок. Они даже кубок России брали с таким вот, какого-то первый раз его берут, хотя там 13 раз. Нет, у девчонок в этом их вообще обвинить нельзя, что у них нет огня. На эту игру может он как бы просто чуть-чуть рядом постоял огонь, чуть-чуть вот как-то мимо кого-то. Кого-то задевают, отпускают, другую задел. Но что они прям вот, да, мы уже не хотим играть, там Будапешт, там я уже там в июне полечу отдыхать. Нет, конечно, такого. Девчонкам я хотел бы сказать, что надо никогда не сдаваться, не переживать о том, не читать сообщения ВКонтакте, вот эти комментарии, потому что ты не знаешь, кто сидит за этим гаджетом и пишет гадость. Конечно, бороться. Бороться, всегда бороться. С каждой минуты как свисток начинать бороться. И после черной полосы всегда идет желтая.